Всем привет! Сейчас я лезу на крышу собирать инжир. Лесенка трясутся. Мама дорогая! Муж с меня смеется. Ой, мама, как он сюда завасит каждый день. Не везде. Где? Где я должен встать? Не в центре? Только в корни? Окей, окей, спасибо. Мама моя, первый раз я здесь. Это не стоит айрон. Такой огромный инжирчик, что пришлось залезать. На гараж. Смотрите, вот этот еще, по-моему, зеленый и уже такой большой. Мой муж, конечно, лучше знает, какие срывать. Вот такие огромные. Смотрите, какие листики красивые, фигурные. Сейчас покажу вам вокруг. Смотрите, это у нас соседский двор. Такие деревья красивые. Они подбегают форму и придать. Это крыша дома. Это двор свекрови. Смотрите, сколько сухих инжирчиков валяется. Это уже отпали. Их, конечно, нельзя собирать и выжать. Хотя мы иногда сушим, когда у нас остаются лишние и уже не кондиция, а то мы их высушиваем. Из этого инжирчика я также делаю мороженка. Смотрите, сколько он уже. Там один треснувший. Сейчас я вам покажу. Вот такие они внутри. Такой сильный ветер. Боюсь, меня сдувать сейчас с крыши. Вот такой я не чувствую, что сорвала инжирчик. Видите, он тоже треснувший. Нужно внимательно смотреть перед тем, как кушать. Мы их обычно разрезаем. Смотрим, чтобы они не были червивые. Там могут быть червячки внутри. Если у нас остаются какие-то инжирчики не кондиция, мы их обычно засушиваем. Муж мой лезет на крышу, тоже расстывает газетку, выкладывает их. И потом через несколько дней они превращаются в сухофрукты. Кстати, намного вкуснее, чем покупной инжир. Потому что покупной, скорее всего, с сахаром пропитывают или сиропом каким-то. А вот такой вот натуральный, он, конечно, полезнее и не такой калорийный. Поэтому я очень люблю такой натурально высушенный. Мы их обычно сухими не покупаем. Вообще, кстати, дорого стоит инжир. Вот если покупать, то где-то минимум за 3 евро килограмм его можно купить. Даже мы иногда с мужем, когда у нас есть лишние, продаем их на ярмарке. На воскресную ярмарку мы с ним ездим каждое воскресенье. Там продаем компьютеры и берет он с собой немножко плоды кактуса и инжир. Инжира получается у нас немного, до 5 килограмм. Все-таки небольшая прибыль от них есть. И вот там, видите, за этим инжиром уже лес начинается. Вот этот кедр, это уже лес нашел. Лес небольшой, за ним там тоже дома. Вот такая красота. И там церковь. Сейчас я вам покажу. Вот такие штуки стоят на каждом доме. Там солнечные панели. Они нагреваются. И потом вот в таком целлере водичка теплая собирается. Можно принимать душ, мыть посуду. Таким образом работает здесь отопление. В солнечные дни вода очень горячая. Такой ветер, такое солнце. Сейчас сижу вот с сети инжира. Вернется мой муж. Он там куда-то убежал. По крыше. В ту сторону. Отсюда не видно. По гаражам. Сама слезать боюсь. Могу упасть с лестницы. Я бы залезть сюда одна не решилась. Так ради... Не часто лазаю по крышам ради любопытства. И хотелось видео снять. Вот смотрите, инжирчик упал на асфальт и разбился. Красивый, правда? Теперь его кушать нельзя. А это наш урожай. Красивый. Вот так он выглядит, смотрите. Инжирчик потрескался. Такой потрескавшийся я могу заморозить на мороженое. Виноград тоже, посмотрите, какой красивый. Вот такие гроздья большие там. И гречи. Конечно, самые красивые гроздья внутри прячутся. Снаружи их, скорее всего, люди прохожие обрывают. Вот если зайду изнутри. Кульки вот эти вешают, чтобы птицы не клевали. Они шелестят и птицы отпугивают. Так что виноградик еще вот такой. Еще одно деревце инжирчик небольшой. Перебрала урожай. Вот эти инжирчики я выбрала на мороженое. Буду делать домашнее мороженое из этих плодов. Так что скоро увидимся. Спасибо за просмотр. И до встречи в новых видео. Всем пока.